Здравствуйте, Надя, Дмитрия, Катя. Здравствуйте. Мы приветствуем вас в Санкт-Петербурге на Кубке Европы по юниорам. И вопрос мы задаём всем девушкам один и тот же. Почему девушка выбирает чудо? Кто хочет первый? Я могу сказать, что парни нас недооценивают, считают нас славным полом. Хотя мы не такой способны, мы на больше способны, чем они о нас думают. И мы это доказываем, выходя на татаны. Надя? Мы согласны. В чудо мне больше нравится активность, что ты там не сидишь, за пианино там не поёшь. А двигаешься, это как на гринолин в тебе играть, когда ты на татаны. Жизнь – это борьба, мы выходим бороться. А вот многие тренера своим воспитанникам мужского пола Ну, вообще, как бы, говорят такое выражение, что борьба, ну, относительно дзюдо, делает из мальчика настоящего мужчину. А что делает борьба дзюдо из девочек? Кого делает? Настоящая женщина – это умение постоять за себя и не дать себя в обиду. То есть не только себе, и можем помочь, например, в той же ситуации другим остальным девушкам. Также ходя по ночному городу, куда в нашем 21 веке много маньяков и всему подобное. Вы согласны? Да, я согласна. А вот… Просто от этого мы становимся сильнее наших практик, сильнее от дзюдо у девушек. Так же, как у парней. А не боитесь, что из девушек вы превратитесь в настоящих мужиков? Нет. Мы все только на татане. А так в душе мы всегда девушками остаёмся. А вот нам одни девушки из латвийской команды сказали, что дзюдо из девушек делает красавиц. Вы согласны с этим? Да. Вы поддерживаете? Да, мы согласны. А вот было ли такое, что многие тренера на своих воспитаниях, когда они выигрывают, говорят – молодец, Ваня, ты настоящий мужик, когда он выигрывает. А что говорят тренирован девушкам, когда он выигрывает? Молодец. Молодец, ты красавица. Ты красавица, да? Ты красотка там. А какое кимоно вы предпочитаете – белое или синее? Белое. Синее. Не имеет значения, какое кимоно. А почему белое? Не знаю, он более как-то красивее. Ну, как-то привыкла к белому, нравится. А синее? Мне комфортно по синему. А знаете такую поговорку, что белое кимоно для Дегура Кана, а синее для Элвиса Пресси? Ай! А еще такую поговорку, что на белом кимоно кровь смотрится красивее, чем на синем. Ай! А какую-нибудь смешную историю из вашей спортивной карьеры дзюдо можете рассказать? Ну, сегодняшнюю могу ситуацию рассказать. Вот, выходя на татами, борются мальчики, и ему просто на татами разрывают кимоно сакуры. На самом деле, вот так. Это невозможно просто. Это первый раз в жизни такое случилось, что кимоно разорвали на татами. А знаете вы такое кимоно «Fighting Humors»? Да, есть вот ваш фирм. А вы в таком кимоно боретесь? Нет, к сожалению, но все-таки. Почему? Ну, не знаю, они поддают. Ясно. Ну, вы еще будете бороться сегодня или завтра? Мы приехали на барывание. Мы еще маленьких. А, тренировочный лайк, да? Хорошо. Ну, удачи вам в изучении. Спасибо большое. До свидания. До свидания.